Прошлый выпуск про Netflix был тепло принят, поэтому я решил продолжить эту тему и снова выбрать интересные фильмы из этого сервиса. Я, конечно, не все видел, но что посмотреть на выходных, знаю. В комментариях под выпуском про фильмы Netflix многие советовали посмотреть яркость. И как оказалось, картина действительно заслуживает внимания, хотя бы из-за интересной концепции. В альтернативной вселенной современный Лос-Анджелес населяют, помимо людей, всякие фэнтезийные существа. В первую очередь это глупые, но сильные орки, а также эльфы, которые тут считаются элитой общества. Есть и другие расы, например, феи и кентавры, но их в фильме показано не так много. В центре сюжета два копа-напарника – человек и орк. Последний далеко не любимчик в участке и изгнанник из своего племени за то, что связался с людьми. Уилл Смит тоже не в восторге от такого напарника, но проявляет толерантность. Приняв очередной вызов во время патрулирования, они впутываются в череду событий, связанных с волшебной палочкой. История в целом интересная, но довольно простая. Не стоит ждать какой-то глубины, все понятно и предсказуемо. Как по мне, создателям надо было снимать сериал, а не фильм. Но и без этого яркость заценить стоит. Наверное, все слышали про контроль рождаемости в Китае, где семья может иметь только одного ребенка. Видимо, сценаристам эта концепция понравилась, и они на ее основе сняли фильм. В недалеком будущем перенаселение Земли только прогрессирует. Еды на всех не хватает, а ГМО повысила вероятность генетических мутаций и появления близняшек. Чтобы как-то с этим бороться, принимают закон про одного ребенка. А если находят еще детей, то их замораживают до лучших времен. Именно в таком мире рождаются семь сестер-близняшек, которым для выживания приходится 30 лет выдавать себя за одного человека. Ну, Мирапас талантливо исполнила роль всех сестер. Не скажу, что различия в характерах сестер так заметны, но личности получились интересными и разными. С логикой фильма все в порядке, а экшен вообще вызывает восторг. Кстати, несколько сцен мне напомнили моменты из «Матрицы». Сюжет частично детективный, так что можете попробовать угадать концовку. Хватает тут и драмы, но не факт, что получится сопереживать. Злодей получилось правдоподобной и человечной, но, к сожалению, без глубокого раскрытия. Фильм затрагивает важную тему перенаселения. И если согласиться с правилами этого мира, можно получить удовольствие от просмотра. Пожалуй, самый неожиданный фильм в этой подборке – это «Мьют». Режиссер Данкан Джонс уже подарил нам потрясающую луну. Про композитора Клинта Мэнсела и говорить не нужно. А исполнителя роли Лео Александра Скорсгарда, любителя хороших сериалов, помнят по Generation Kill. Казалось бы, что еще нужно для успеха? Но рейтинги у фильма ужасные. Рецензии его втоптали в грязь. И тем не менее, Лео рос в семье Амишей, поэтому, когда он получил травму голосовых связок, его мать отказалась от врачебной помощи, заявив, что Бог поможет сыну выздороветь. Так Лео стал немым на всю жизнь и с большими проблемами адаптации к миру, наполненными технологиями. В основе сюжета вроде бы банальная история. Лео влюбляется в девушку, которая исчезает в Берлине будущего. Русская мафия, подпольная торговля органами, проституция. Все это мы уже видели не раз. Но фильм кардинально отличается от типичных боевиков или триллеров. В отличие от большинства современных фильмов, в мьют до конца непонятно ничего. Что в действительности на уме у каждого персонажа? Насколько злодей по-настоящему злодей? Что ожидать в следующую минуту? В конце концов, становится понятно, что вся эта киберпанк-стилистика, будущее и русская мафия – это кожура, которую надо снять, чтобы увидеть фильм. Нестандартный и трогательный. Кстати, Джонс вообще задумывал снять трилогию, поэтому Мьют – второй фильм во вселенной Луны. Так что внимательные фанаты заметят много отсылок. В 922-м гордость мужчины составляла его земля и его сын. Так думает местный фермер, но его супруга другого мнения. Она хочет продать землю, а сына забрать. На компромисс идти отказывается, поэтому тут остается только один вариант – убить ее. Несмотря на простую завязку, сценарий получился интересный. Наблюдать за тем, как трансформируется главный герой, как минимум любопытно. Стоит только проявить темные мысли. Кстати, 1922-й – это экранизация одноименной книги Стивена Кинга. Оригинал я не считал, но к самому фильму претензий нет. По жанру это скорее триллер, чем хоррор. Хотя кровавая часть фильма сочная и показана достаточно детально. Атмосферу создают с помощью приятных наездов камеры и нервозной музыки. Главный персонаж получился колоритный и запутанный. Весь фильм мы погружены в его мысли. От навязчивых идей до настоящего безумия. А вот юмора тут не так много. Смешные моменты можно сосчитать на пальцах. Зато внутренние переживания и психологические помешательства показаны как надо. События фильма происходят в Камбодже, во времена правления красных химеров. Снят он по мемуарам писательницы Лун Ун, которая на тот момент была пятилетней девочкой. Именно от ее лица и идет повествование. Весь фильм зритель следит за Лун или за тем, куда она смотрит. Камера практически привязана к героине, концентрируясь на ее эмоциях и переживаниях. Отдельно хочу отметить сны, которые описывают переживания и мысли девочки. Сделано это креативно. Кстати, режиссер фильма Анжелина Джоли. Это ее пятый фильм и лично для меня пока что самый лучший. Отмечу и операторскую работу. Тут просто куча красивых пейзажей, закатов и восходов солнца, сцену костра и при свете луны. Все это выглядит очень эффектно и атмосферно. Фильм может показаться немного затянутым, но лично я остался доволен. Мне удалось проникнуться событиями и прожить весь путь вместе с Лун. Ссылки на все фильмы я оставил в описании. Там же будут и мои социалки, инстаграм и прочее. Не забывайте ставить лайки, 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 если видео было полезным для вас. Также советую скинуть ролик своим друзьям в личку. Пусть тоже годное кино смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Пишите в комментах, какой фильм вас заинтересовал. Спишемся внизу.